Я, наверное, попрошу выставить тогда слайды, да, и, собственно говоря, приступим к презентации, к разговору о том, что мы хотели вам сегодня рассказать и за чего сегодня собрались. Ну, собрались-то мы, понятно почему, потому что огромное количество людей болеет. Так вы вернулись из Фаербэнкса в Анкоридж, то есть вы на Аляске, ну, прекрасно, значит, из Анкориджа можно легко помахать ручкой, там совсем недалеко ехать. Я там на машине катался, поэтому хорошо знаю, что это такое. Вот, ладно, а то мы сейчас с вами отвлечемся на Аляску. Хорошо, значит, у нас началась вспышка инфекции. В этом году она началась, судя по всему, необычайно рано, потому что необычное для Москвы состояние зимы. Ну, здесь это чуть раньше, чем сегодня. Сегодня это все завалено уже сугробами, холодная снежная зима, которая фактически появилась в конце ноября месяца. У нас в ноябре снег выпадает, даже на ноябрьские праздники, на Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию снег бывает, но потом он обычно стаивает, и довольно часто на Новый год даже дождь идет. Но в этом году, я надеюсь, что нас пронесет мимо совсем уж плохой теплой погоды. Тем не менее, вот мы сейчас живем в условиях достаточно большого холода, много снега. Ну, и может быть с этим связано, может быть не связано, я не очень улавливаю эту погодную связь. Но совершенно очевидно, что в этом году необычайно рано и бурно расцвели вирусные инфекции уже в конце осени 22-го года. Заболевать стали массово. Ну, у нас есть теперь главный врач в Сия-Руси, не подумайте, что это министр здравоохранения, это всего лишь Анна Попова. Ну, вот она неделю назад сказала, что за последнюю неделю доля выявленных случаев гриппа увеличилась с 6,5 до 18%, видимо, имея в виду, что количество заболевших среди тех, кто заболел вообще инфекциями, что госпитализация пациентов с гриппом заняла первое место среди тяжелых остро-респираторных инфекций в России, и что в популяции преобладает вирус гриппа H1N1, по некоторым данным, это ее слова, тоже до 85%. Я обращаю ваше внимание, что эта информация донесена до президента страны, то есть на самый верх. Ну, видимо, все-таки есть какие-то на то основания, хотя пока я не очень их вижу, если честно. Ну, вот другие публикации, их много, Саратов 16 декабря за министр здравоохранения Денис Грайфер говорит, что за предыдущую неделю в регионе зарегистрировано 38 тысяч случаев ОРВИ, учитывая, что там 2,4 миллиона человек, то есть это плюс 1,6% населения. Вот. Значит, эпид-порог превышен на 2,21%, выявлено 95 случаев свиного гриппа H1N1. Ну, что значит выявлено? Значит, что они анализы делали, остальных не делали. Массовая вакцинация против гриппа в регионе завершена, привиты 1,45 миллиона человек, план выполнен на 99,5%. Здорово. То есть привиты, по нашим расчетам, это несложно прикинуть, 60% населения. Но если они так заболевают, то либо план плохой, либо прививка не работает. Я, конечно, больше склонен ко второй части этого утверждения. Вот Владимирская область, это буквально сегодня, частота гриппа H1N1 во Владимирской области. У них проведено 602 исследования ПЦР. И в 24 случаях подтвердился свинной грипп всего 4%. Ну, немножко не совпадает с данными Поповы, у которых говорит про 18%. Ну, тут сложно что-нибудь сказать. За медицинской помощью обратилось 22 тысячи человек, среди них 880 человек с гриппом H1N1, соответственно, 14%. Таким образом, можно предположить, что за помощью, что, поскольку за помощью обратилось примерно 10% от тех, кто заболел, значит, в регионе может быть примерно 8-9 тысяч заболевшим гриппом за неделю. Ну, это уже довольно приличные цифры. Мы начали высказываться по поводу этой ситуации. Вот здесь за буквально там несколько дней, даже не за неделю, насколько я понимаю, огромное количество перепубликаций в средствах, электронных средствах массовой информации, где цитируют меня, что вирусная инфекция нашим рекомендациям не подчиняется. Российский врач назвал смертельно опасное осложнение свиного гриппа. Ну, и дальше такие заголовки, которые бросаются в глаза. Настолько бросаются, что вчера меня, условно говоря, столкнули в лоб с представителем семейства Чумаковых, которые российский Чумаков из Адлии. Он тоже что-то там рассказывал про грипп H1N1. Его спросили, а вот там Воробьев говорит, что это смертельное осложнение, ДВС-синдром и так далее. И он в ответ говорит, да, ДВС-синдром бывает, но это редкость. Ну, редкость, не редкость, мы же не утверждаем, что это у всех бывает. Ясно, что это не у всех. Но, тем не менее, поскольку ДВС-синдром мы знаем, как лечить, то мы это обязательно должны обсуждать. Если бы мы не знали, то и нечего было бы говорить. А поскольку это есть, и это, так сказать, отечественная наработка, я не случайно кивнул здесь на Барнаул присутствующий, потому что это все базируется на работах Зинаи Сламоновича Баркогана, который заедал кафедру именно в Барнауле. Вот. В общем, это все требует хорошего обсуждения. Значит, если у вас что-то зависло, перезагружайтесь, потому что у нас вроде все идет, у меня команда вся сидит, все смотрят, и если что-то случится реальное с моей стороны, то мне точно сообщат на телефон. Вот. Значит, если мы возьмем данные той же Анны Поповой несколько лет назад, для того, чтобы посмотреть за скоростью распространения гриппа, H1N1, то мы видим с вами циферки такие, что в середине 2015 года, декабря, в середине декабря 2015 года, значит, штамм вируса H1N1 составлял всего 2%. Уже в первой неделе декабря, то есть, ну, грубо говоря, через две недели, уже 24. В 10 раз повысилось удельный вес гриппа H1N1. Во второй неделе 42, еще в два раза за неделю. То есть, всего, ну, грубо говоря, в 20 раз процент гриппа H1N1 повысился в общей картине заболеваний. Вот. И уже на 22.01, это опять же с отсылком на 16-й год, на Попову, грипп составлял половину всех респираторных инфекций. Я напомню, что в тот год, это можно легко посмотреть, сейчас погуглить, как это говорится, посмотреть в интернете, шла массовая перепаралифилизация стационаров под лечение тяжелых больных с гриппом. Прошло всего лишь несколько лет после того, как мы столкнулись вот этой сверхсмертностью при свином гриппе, при гриппе H1N1 в 9-10 годах. Я напомню, тогда была засекречена вся информация, она буквально через, ну, 3-4 месяца от начала вот вспышки гриппа. Она, так сказать, была засекречена и прекратила подаваться. Мы вообще не знаем проценты, сколько процентов людей заболело, сколько просто заболело людей, сколько из них умерло. Мы ничего этого не знаем. Причем я хочу отметить, мы не знаем этого не только по России, мы не знаем этого и в мире. Но экстраполяция некоторых данных, они существуют, и мы об этом писали в наших рекомендациях, позволяют говорить о том, что за период вспышки 2009-2010 годов умерло примерно 200 тысяч человек. Это огромные цифры, но я не могу на них настаивать абсолютно. Это просто расчеты. Может быть 100 тысяч, может быть 50 тысяч, но в любом случае речь идет об огромной летальности от этой болезни. Вот, поэтому, конечно, в 2015 году, когда это повторялось, а это повторялось из года в год, и каждый год напрягались наши службы, занимались перепрофилированием, клали инфекционных больных в обычные общегородские стационары. Ну и вот здесь вот выдержка из того же года, что инфекционные стационары не справляются с потоком тяжелых пациентов, в помощь больницы Боткина открыты несколько отделений больницы Святого Георгия, Веденской больницы, к открытию гриппозного отделения готова больница Святой Евгений. Это еще раз напоминаю, речь идет о 2016 году, это не сегодня, но тем не менее. Следующее такое упоминание, это, наверное, начало 2020 года, когда в январе-феврале появились глухие разговоры о том, что везде завалены инфекционные больницы тяжелыми респираторными инфекциями, и что, по-видимому, к нам все-таки пришел ковид. И, естественно, поскольку истерия по ковиду уже начиналась, она была массовой, уже везде все обсуждалось, хотя, может быть, не так, как месяц спустя, но тем не менее. Тотчас возник вопрос о том, что факт скрывается властями. Ну, мы первое, что думаем, правильно, кстати, думаем, что власти нам врут. Вот, поэтому мы позволили себе провести обзвон по филиалам нашей организации, вот, и выяснить, что на тот момент стационары были забиты гриппом H1N1. Да, тяжелые больные, но это был все-таки грипп. Вот, а ковид пришел в страну чуть позже, в середине марта 2020 года, и уже с того момента начался разгул локдаунов, масок и всего прочего. Почему вдруг мы этим обеспокоились? Да потому, что мы более 20 лет уже, наше общество, МГНОТ, ведет свой мониторинг, собственный мониторинг распространенности респираторных инфекций в России. Мы постоянно выступаем с рекомендациям по лечению больных в данном конкретном сезоне. Не вообще, а конкретно, что вот сейчас происходит в стране. Это очень важно. Ну, и здесь вот я привел так очень огульно, не очень точно, может быть, все это там по годам, но тем не менее, что начиная с начала нулевых годов, мы вводили в лечение, например, внебольничной пневмонии леофлоксацин. Тогда это был относительно новый антибиотик, и вот мы обсуждали, что его нужно применять у больных при внебольничной пневмонии, потому что у него хороший спектр и так далее. Дальше, в конце нулевых, выяснилось, что до 80% внебольничных пневмоний были связаны с мекоплазмой, и тогда мы начали продвигать рекомендации по преимуществу применения азитромицина. Еще раз повторяю, это сезонно, это не то, что все должны всегда так лечиться. В этом же все дело, что каждый год у нас преобладает та или иная респираторная инфекция, и в зависимости от этого мы должны применять разные лечения. Да, вот в одном случае мекоплазма, это тоже острое респираторное заболевание, которое проявляется часто теми же симптомами, что и ковид, и грипп, но эта мекоплазма, она требует в основном применения азитромицина. Хочу отметить, что с нашей подачи в федеральном руководстве для врачей по применению лекарственных средств, которая выпускалась под редакцией академика Чучалина, не было раздела по пневмонии. Несколько раз я ему об этом говорил, наконец, в какой-то год там появился раздел по лечению пневмонии. Ну, я понимаю, что пневмония не респираторная инфекция, но это все-таки связано инфекцией, поэтому я бы это тоже хотел отметить. С подачи наших коллег из Ставрополя был настоятельно неоднократно рекомендован микробиологический паспорт региона и медицинская организация для того, чтобы прогнозировать и оптимизировать эмпирическую антибиотикотерапию. Это тоже важный элемент, тоже примыкающий к респираторным инфекциям. В момент вспышки гриппа H1N1 в 2009 году мы провели, создали очень короткие рекомендации по гриппу H1N1. К сожалению, Минздрав прислушаться к нашим рекомендациям не захотел категорически и мы были вынуждены опубликовать наши рекомендации в независимой газете, за что отдельная благодарность Аде Горбачеву, к сожалению, ее уже нет. А затем на следующий год, когда вспышка начала повторяться снова, Геннадий Григорьевич Онищенко разослал через свое ведомство, через Роспотребнадзор наши рекомендации. Они продержались на сайте Роспотребнадзора ровно сутки, через сутки они были сняты по требованию Минздрава. Ну, такова жизнь. 2020 год. Уже мы говорим про COVID. Мы выпустили рекомендацию по применению прямых антикоагулянтов при COVID-19. Сначала мы, конечно, обсуждали интенсивную терапию, потому что понимали, что именно эти тяжелые больные требуют терапии ДВС-синдрома. Ну, а позже, очень быстро, кстати говоря, позже, буквально уже к апрелю месяца стало понятно, что нужно применять антикоагулянты с ранних этапов среднего тяжелого течения. Вот, туда же добавились стероиды, туда же добавился кислород в домашних условиях. Чуть позже, в августе, мы сформулировали в июле, точнее, понятие постковидный синдром, мы запустили симптом чекер медикейс для дистанционной системы помощи и открыли медицинское бюро Павла Воробьева, который до сих пор работает. Ну, и в двадцать первом году мы выпустили новые рекомендации по ковид-19 постковидному синдрому. На сегодняшний день у нас более пятидесяти тысяч пользователей симптом чекера на платформе медикейс и получили рекомендации в открытом доступе. Более семи тысяч больных наблюдается в медицинском бюро. Хочу отметить, что в этом году Минздрав выступил необычно. Необычно вполне нормально, я бы так аккуратно. Значит, они разослали письмо, это было в начале декабря, о том, какие отличия гриппа от COVID-19. Конечно, не могу не съерничать, хотелось бы, чтобы это было не письмо Минздрава, а рекомендация профессионалов. Но, видимо, все-таки таких у нас как-то маловато, и среди ручных специалистов, которых может Минздрав выпустить на арену, в основном люди, которые способны обсуждать фуфломицин и прививки. Но это не совсем то, что надо, поэтому, к сожалению, рекомендации те, которые вот вышли, они достаточно, на мой взгляд, однобоки, хотя, ну, в общем, как бы движение сделано в правильную сторону, это уже хорошо. Чем отличается начало гриппа H1N1 от других заболеваний? Ну, в первую очередь, конечно, мы сравним сейчас с COVID-19. Значит, первое, инкубационный период очень короткий, до суток иногда. COVID-19 от нескольких дней до недели инкубационный период, от момента столкновения с больным COVID-19. Поэтому при гриппе вы всегда можете примерно предположить, с кем вы общались, кто вас конкретно заразил. Дальше, острое начало с высокой температурой, нередко 39-40 градусов. При COVID-19 такого острого начала не бывает. При COVID-19 все-таки это постепенное развитие заболевания. А здесь это буквально иногда конкретно час можно указать. Общая слабость, то, что при COVID-19 все отмечали, такой слабости при гриппе нет. Слабость менее выраженная, но и более того, она все-таки в момент лихорадки. Когда лихорадка спадает, то все-таки человек может встать, ходить и так далее. При COVID-19 человек не может с кровати подняться в любое время суток, независимо от лихорадки. То есть это две несвязанные вещи. Не характерен насморк. Головная боль не очень тяжелая, не резкая и мучительная, как при COVID-19, а скорее какая-то тяжесть в голове, так, ну, то, что называется интоксикация, наверное, было бы правильно, хотя слово интоксикация расшифровать невозможно. Боли в ногах, мышцах, в животе, нередко по носу, с самого начала болезни. При COVID-19 тоже бывает и миалгия, все остальное, но это все появляется чуть позже, не с самого начала. А здесь буквально с первых часов болезни уже сразу вот эти характерные для гриппа такие состояния. Поражение глаз, гиперемия, слезотечения тоже это характерно именно для гриппа и не характерно для COVID-19. Кашель, боли в горле не характерны. При COVID-19 потом появляется сухой, мучительный кашель, при гриппе его нет, он все-таки на обычном, ну, кашель есть, но не такой тяжелый, как при COVID-19. При COVID-19 это прям люди спать не могут. Вот, и что бы я хотел еще отметить, далеко не все заболевают при контакте с больным гриппом H1N1. Почему-то все говорят, не, вот прям сразу раз, чихнул, кашлянул, и все заболели. Да ничего подобного. Степень контагиозности гриппа явно преувеличена. Возможно, это связано с тем, что в популяции очень многие уже переболели, поэтому не так заразен он, как кажется, но, тем не менее, вот нужно на этот счет четко высказаться. Ну, на сегодняшний день диагностика у нас имеет место быть с помощью ПЦР-теста и гриппа и ковида можно и то, и то сделать, но мы должны хорошо помнить, что чувствительность ПЦР-теста невысока. Максимум для ковида 40%. Для гриппа думаю, что еще меньше. Почему-то много вопросов этой, вопросы техники сбора и всего остального, но ПЦР это не самый информативный тест. Другого нет, это другое дело. Антитела, они когда еще там будут, они тоже не очень четко работают. Вот, обращаю ваше внимание, что чувствительность симптом чекера медикейса по острому ковид-19 составляет 89,5%. Это отработанная техника, то есть мы уже проверили это на больных, мы взяли группу больных, у которых ПЦР-плюс и посмотрели, сколько, у скольких из них медикейс выявляет заболевание, 89,5%. Это очень высокий процент, и мы говорим о том, что вообще вот эта дистанционная диагностика на основании опроса, на основании выявления характерного образа болезни, жалоб, совокупности этих жалоб, математическая обработка всего этого, это, по-видимому, будущее. Как бы это ни странно сегодня казалось, конечно, все считают, что надо только послушать больного и пощупать, тогда мы скажем, это грипп или ковид. Но ведь это же нонсенс, мы же понимаем, что никакой осмотр ничего не добавит к нашей диагностике. Нужно ли проводить всем определение возбудителя? Нет, конечно, потому что на самом деле наличие того или другого возбудителя не определяет тактику лечения, поскольку специфического лечения нет, то, в общем-то, такой необходимости нет. Нам важно не пропустить осложнения или предупредить их развитие. Вот это важно. Но осложнения так или иначе никак не связаны с возбудителем напрямую. Да, есть, мы понимаем, что при ковиде, при гриппе H1 могут быть осложнения, кстати, одинаковые, более-менее. Вот их и не надо пропускать. Поэтому на сегодняшний день ведущим методом выявления и, так сказать, обращение внимания на развитие осложнений становится оценка сатурации крови. Тот самый пульсоксиметр, который сейчас, по-моему, есть в каждой семье. Как раньше у нас у всех был термометр. КТ легких, мы к ним относимся, компьютерной томографии, плохо, потому что матовое стекло признак неспецифичный. Да, он может быть при самых разных заболеваниях. Распространенность этого матового стекла в процентах поверхности легких, но они просто ни о чем не говорят. Не о тяжести заболевания, не связи с дыхательной недостаточностью. Это просто признак. Да, мы видим матовое стекло, ну и что? Это поражение микрососудов, которое может быть любой природы, включая сердечную недостаточность. Поэтому я думаю, что КТ как метод не то, чтобы он умрет, он конечно не умрет, потому что на нем видно все, но он должен быть переоценен с точки зрения диагностики и прогноза. Вот это совершенно очевидно. Не хватает больных класть их в стационар, потому что у вас ахахах 60% поражения легких, ну вот совершенно ничего не общего. Значит, из методов диагностики ДВС-синдрома для нас важен уровень РФМК, фибриноген, эндодимер, ЦРБ, ферритин, теперь термина знакомы каждому. Это маркеры воспаления, не более того. И, наконец, для тяжелых больных нужно плазминоген определять, антитромбин-3, протеин-С, уровень тромбоцитов, можно агрегацию смотреть, но это уже тяжелое течение ДВС-синдрома, это явно не амбулаторный разговор, это для больных, находящихся в другой уже фазе заболевания, мы об этом поговорим. Так, экспресс-тесты на антигены, ну я еще раз повторюсь, я не знаю чувствительность этих методов, они требуют хорошей проверки, поэтому мы не очень благоволим к ним, но делать можно, делайте, ради Бога, никто не против, никто же их не отвергает, говорит, ни в коем случае не надо, делайте, но насколько они выявляют, вопрос, когда выявили, хорошо, а если не выявили, то что, это значит, что у вас нет ковида или у вас нет гриппа, нет, конечно, это не так, в этом же весь вопрос. Возвращаясь к дистанционной диагностике, сейчас на платформе MediCase вопросники по ковиду и респираторным инфекциям, мы накапливаем базу данных по тому, как ведет себя инфекция, как меняется картинка болезни, начиная вот с конца ноября-декабря 2022 года. Накопим, скажем, расскажем, у нас это сейчас отработано, это вообще новая совершенно, так сказать, технология, скажем, научных исследований. Значит, диагностические гипотезы имплементированы грипп H1N1. Мы будем просто формировать образ болезни, проверять чувствительность системы по выделению этого образа болезни. Но это некоторое ближайшее будущее. Какой уровень РФМК должен насторожить? Повышенный. В каждой лаборатории мог быть свои нормативы, поэтому, к сожалению, нельзя ответить теперь, если раньше все нормы были одинаковые, теперь каждая лаборатория имеет собственные нормы. Чему нас научил COVID-19? Что на самом деле было известно? Мы раньше просто никогда не обращали, не акцентировали на этом внимания, как-то отмахивались. Вообще к вирусным инфекциям, вы же знаете, отношение такое, ну, подумаешь, пройдет. Так поболеть неделю, так поболеть семь дней. К сожалению, все это оказалось не совсем верно, но тем не менее. Значит, что мы видим сейчас? Мы видим две фазы заболевания. Острейшая это первая неделя болезни, может быть, до 10 дней. Дальше начинается фаза ДВС-синдрома и гипериммунной реакции, она начинается с конца первой недели заболевания. У всех? Нет, не у всех. У кого? У кого-то? Какой процент? Не отвечу. Какова смертность тут пишут от гриппа на сегодняшний день? Не знаю. Смертность, вы, может быть, путаете смертность с летальностью? Вот. Пока смертность, наверное, не должна была измениться. Вот. Но факт состоит в том, что появляется вторая фаза. И вот эти осложнения, про которые мы сегодня будем с вами еще говорить, связанные с ДВС-синдромом и гипериммунной реакцией, это конец первой недели. Ну, можно выделить условно третью фазу, это осложнение ДВС-синдрома, независимое от возбудителя. То есть, у тех, у кого ДВС-синдром развился, у них будет и третья фаза с полиорганной недостаточностью, с дыхательной, почечной и так далее, и так далее, сердечной недостаточностью. Дальше идут ранние иммунные осложнения. Я хочу обратить ваше внимание на, в первую очередь, синдром Гиена-Борре, про который почти никто не знает. Это острый полирадикулоневрит, быстрое, иногда за часы развития полиневрита с нарушением двигательных функций, в первую очередь, иногда чувствительных, иногда с нарушением функций тазовых органов, дыхания и так далее, и так далее. Ну, почему на это надо обращать внимание? Во-первых, это развивается где-то к концу месяца от начала вирусной инфекции, опять же, не зависит от вирусной инфекции, но самое главное, что если это не лечить, человек остается овощем, и он на всю жизнь инвалид, а если провести плазму ФРС, то стопроцентное излечение, стопроцентное, я на циферку подчеркиваю, таких других заболеваний нет, где плазму ФРС, проведенный Райна, в самом начале заболевания дает стопроцентный эффект. Там, надо сказать, что не только Гиен-Борретт, а много других заболеваний, микротромбоваскулитов, с поражением нервной системы, в частности, центральной нервной системы, они все начинаются примерно через месяц от острого периода инфекции. Я хочу пнуть неврологов, но извините, неврологи этих больных не видят и не знают, потому что эти больные к ним попадают уже спустя месяцы часто, и их уже лечить довольно поздно, и у нас в этом плане расхождение, мы все время с неврологами обсуждаем, они говорят, да мы не видим такого эффекта от плазмы ФРС, так вы этих больных не видите, они к вам не попадают, это терапевт кто их видит, они попадают максимум в стационар в терапии, пока там разберутся, пока диагноз поставят Гиен-Борре, а уже поезд ушел, но поскольку у меня за плечами не один десяток таких больных, и только что мы пролечили больную, мы даже диагноз точно не можем сформулировать, и мы разошлись здесь с институтом неврологии в названии диагноза, но суть болезни та же, неважно, там диагноз на принципиале, там на МРТ прямо снежные комья по всему мозгу 20-30 очагов, так мы ее плазмофорезом-то вылечили, нам говорят, не, ну что вы, надо преднизолон давать, да давайте, ребят, только она уже здоровая, она к нам пришла при поддержке, она падала, она ходить не могла, женщина молодая, 37 лет, за день все это произошло, и мы ей сделали 5 плазмофорезов, и все, она ходит, да, у нее остаточное явление есть, может быть, они будут еще долго, но она абсолютно будет здоровым человеком, я в этом уверен, ну, бог с ним. Значит, вот это вот постинфекционный цефаломиалопатия, очень такое название, ну, я бы на нем не очень настаивал, я пытаюсь сформулировать, как бы это все охватить, но в общем, мы знаем о существовании синдрома хронической усталости, раньше он не очень связывался с инфекциями, а сегодня, судя по всему, мы понимаем, откуда все это происходит, мы четко видим постковидные синдромы, здесь у нас никаких сомнений нет, что это энцефаломиалопатия, тромбовоскулит с поражением сосудов нервной ткани, микрососудов, я думаю, что сюда можно отнести так называемый астенический синдром, которым любят отмахиваться доктора от пациентов а у вас постгриппа астенический синдром, но там есть, к сожалению, не только психические отклонения, там есть совершенно четкие физические дефекты, если ее обследовать, то вы найдете там много интересного, вот, начинается это обычно через несколько недель, это явно такой воскулит аутоиммунного характера, и продолжается довольно длительно, постковидный синдром мы видим затяжной иногда годами, ну вот в нашей концепции это все-таки процесс аутоиммунный довольно острый, и поэтому лечить его надо сначала, а через год ну уже там все сформировалось, и к сожалению, может быть поздно, ну и вот еще две новые темы, которые появились после ковида, на фоне ковида, в перековидный период, как хотите, не исключено развитие кардиометаболического синдрома, это гипертония, сахарный диабет и прочие так называемый кардиометаболический синдром, но во всяком случае я уже здесь выступал не раз, что частота диабета резко повышается у больных после ковида, вот, и второй это амилоидоз, амилоидоз, есть работы о том, что амилоид оказался включенным в микросгустке при постковидном синдроме, а амилоидоз, как мы знаем, ответственный за нарушение когнитивных нарушений и возможно паркинсонизма, ну может быть, даже я бы не назвал это пока гипотеза, я бы так осторожно сказал, предположение, но мне кажется, интересно в этом направлении поработать, что-то может быть получится. Как лечить первую фазу болезни? Ну, первое, конечно, больного в койку и никаких прогулок, это довольно жесткое требование и много примеров того, как люди пытались перебороть себя, а потом это все кончается не очень хорошо, поэтому покой все-таки самое простое, что мы можем сделать. Второе, это жидкость, ну стандартный такой набор, плюс литр на каждый градус повышения температуры для взрослых, да, дезинтоксикацию никто не отменял, кроме того, при повышении температуры человек потеет, поэтому у него кроме дезинтоксикация еще и мало воды в организме, поэтому надо наливать человека водой. Ну, это для взрослых, для детей, соответственно, нужно пересчитывать, вот, ну и вот я тут вижу, вопросы возникают, циклоферон, значит, гриппферон и прочее, прочее, значит, нет ни одного препарата с доказанной противовирусной эффективностью при гриппе, ну, просто нет и все, даже обсуждать тут нечего, когда появится, будет доказательство, мы будем тогда разговаривать, вот, ну, я ответил сразу там, можете дальше сколько хотите задавать, перечислять препараты, ответ везде один, доказательства на стол, когда будут доказательства, тогда мы будем обсуждать. симптоматическое лечение основное, основное, это снижение температуры, значит, до 38-38,5 снижать температуру вообще не надо, ни у детей, ни у взрослых, у детей, ну, наверное, может быть, после 39, особенно, если плохая переносимость, можно заняться этим вопросом, но я понимаю бешенство мамаш, я его наблюдаю, поэтому мне трудно настаивать, но я считаю, что снижать и 39, не обязательно, вот, но главное, что первое, вот первое, с чего надо начинать снижение температуры, физические методы, друзья мои, у нас есть обтирание теплой водой, но только не холодной, теплой, потому что дети особенно, они от холодной воды подпрыгивают, там же вопрос не температуру воды, а вопрос испарения этой воды, снижения температуры за счет испарения, вот, можно туда добавлять немножко уксуса, можно немножко водки, почему-то все на меня набрасываются, что водка это яд, водка яд, смотря в каких количествах, вообще у нас этиловый спирт входит в состав нашего метаболизма, я уж не говорю про всякие квасы, кефиры и прочее, поэтому этиловый спирт это наш продукт, мы его пользуемся каждый день, но если вы будете пить несколько бутылок водки, наверное, да, тогда это яд, а так, я не знаю, почему это яд, особенно, но есть очень большие нелюбители водки, их слово водка очень беспокоит, если я говорю этиловый спирт, то они нормально к этому относятся, а вот слово водка их беспокоит, ну ладно, так вот, наибольшая теплоотдача у нас, это верхняя половина груди и шеи, вот это вот место, почему я про это говорю, потому что, если вы посмотрите на мотоциклистов американских, отправляясь лан-коридж, хотя их там нет, кстати говоря, таких классических американских мотоциклистов, то они ездят с завязанным вот этой вот частью, специальный платок здесь надевают, они могут ехать с открытыми руками, плечами и так далее, а здесь у них платок, почему? Потому что во время движения, особенно на жаре, здесь идет бешеная теплоотдача, испарение влаги, здесь самое, так сказать, мускулиризированное место в организме, и как собака у нас отдает тепло через язык, так мы отдаем, ну, примерно здесь же, в общем, почти как у собак, вот, поэтому протирать, если протирать, ну, здесь вот и нужно протирать, то есть не обязательно человека обматывать там простыней мокрой, ну, можно, конечно, но это немножко такое извращение, а вот здесь вот протирать теплой водичкой с чем-нибудь очень даже хорошо, я абсолютно спокойно и с удовольствием всем рекомендую малину, мед, это всегда хорошо, чай, другое дело, большого эффекта это не даст в данном случае, но, тем не менее, почему бы нет, хуже не будет, вот, значит, что еще здесь, значит, не очень помогает анальгин, вот это интересная история, потому что при ковиде анальгин очень хорошо работал, а при вот гриппе как-то не очень хорошо работает, парацетамол, чуть позже скажу, это яд, им не надо вообще пользоваться, и он, кстати говоря, при гриппе тоже неэффективен, как и при ковиде, можно ибупрофен, можно сочетать ибупрофен и анальгин, у них разные механизмы действия, не потенцируется побочное действие, поэтому, может быть, их можно применять вместе. Значит, ну, антиперетики у нас, вот я здесь постарался перечислить, это нестероидные противовоспалительные средства, которые воздействуют на антипростагландин, средства на простагландин Е2, деклофенак, ибупрофен, ибупрофен, аспирин, аспирин, ни в коем случае. Парацетамол, тоже антипростагландин Е2, метамизол, анальгин, механизм неясен, скорее всего, это центральное действие, нам много втирали про опасность анальгина, оказалось, что это просто борьба была парацетамольщиков с метамизольщиками. Метамизол разрешен как минимум в Германии, он там спокойно продается, но до нас докатились волны этой борьбы, мы, правда, выстояли, не сдали анальгин, хотя был разговор в начале нулевых, что надо анальгин запретить, вывести его из употребления и так далее. Мы не дали, мы провели специальный систематический обзор и показали, что никаких данных о его чрезмерной опасности с точки зрения агроалцитоза, это основное его осложнение, нет, он просто очень часто применяется, поэтому, соответственно, часто идет и агроалцитоз связанный с ним. Глюкокортикостероиды, ну, преднизолоны и то, что сейчас вокруг него, значит, да, безусловно, это блокады выработки цитокинов, это противовоспалительное действие и, возможно, центральное действие, прекрасный антиперетик, ну, давать всем подряд, вот у меня рука не поднимается, я к нему плохо отношусь, хотя понимаю, что он хорошо очень иногда работает, и мы его, конечно, используем. Значит, этиловый спирт, водка, местное испарение прекрасно, системно она обладает, ну, не водка, этиловый спирт, ладно, обладает центральным антиперетическим действием, очень хорошим, очень мощным, поэтому его можно использовать даже для внутривенного введения, ну, конечно, это не дома, это в реанимации, мы тут не будем обсуждать, значит, мы обнаружили антиперетический эффект прямых антикоагулянтов, ну, поскольку антикоагулянты никогда не были отмечены как противовоспалительные антиперетические средства, а эффект мы видим, то, скорее всего, это связано с их воздействием на микроциркуляцию в центре контроля температуры в гипоталямусе, ну, так вот, гипотетически мы можем себе представить, что это вторичное действие антикоагулянтов, конечно, не первичное, поэтому не дай бог, чтобы вы меня услышали, что я призываю к снижению температуры антикоагулянтов, нет, это не так, но на их фоне температура снижается, это точно, вот, на что надо обратить внимание, что все антиперетики, кроме метамизола и, наверное, глюкортикстероидов, воздействуют на ранние механизмы развития лихорадки, то есть, лихорадка, она ведь как, сначала у вас появляется вещество, которое вызывает лихорадку, потом идет каскад реакций, потом он все доходит до гипоталямуса, гипоталямус повышает температуру, ну, так, в упрощенном виде, так вот, все нестероиды, парацетамол и так далее, они все на ранней стадии, то есть, лихорадки еще нет, а они уже могут действовать, вопрос, стоит вопрос в том, что если вы даете нестероидные препараты, когда есть лихорадка, то они не будут ее снижать, они должны действовать до того, как она развелась, ну, примерно понятно, то есть, если вы знаете, что лихорадка будет там с какой-то очередностью, то надо давать раньше, и вообще, может быть, стоит давать не когда температура повысилась, а где-то вот промежутки, то есть, два-три раза в день максимум, ну, это такой подход, его нужно отрабатывать, но, в принципе, думаю, что он правильный, значит, почему я так против парацетамола, ну, вот такие данные, это, правда, тринадцатый год, но не так давно, передозировка парацетамола, в том числе, с целью самоубийства являлась одной из наиболее частых причин токсического поражения печени и смерти Великобритании. Значит, с 98-го года в Англии принят закон, который ограничивает максимальное количество парацетамола в одной пачке. С тех пор в упаковках, которые реализуются через аптеки, находятся максимум 32 таблетки, а в магазинах общего пользования в супермаркетах только 16 таблеток. Обращаю на это ваше внимание, у нас парацетамол, лейся, облейся. Фармаконадзор, 98-2005 год, по данным спонтанных сообщений, парацетамол и комбинации вошли в число 15 лидирующих препаратов, ассоциирующихся с летальными исходами. Не многовато ли, друзья мои, не многовато ли? Ну, в общем, мне кажется, что вот это все-таки должно быть четко заявлено. В педиатрии, ну, в педиатрии, это в домашней педиатрии, самая частая медицинская ошибка это непреднамеренная передозировка парацетамола, поскольку назначается либо два препарата, содержащих парацетамол, а многие не читают состав препарата, назначают их в различных смесях, либо просто дал препарат, ой, полчаса прошло, температура не снизилась, давай еще, а давай еще, а давай еще. Я видел 8 таблеток подряд назначали. Это ужас, потому что парацетамол просто яд, не патотоксичный яд. И в такой концентрации он просто вызовет страшное явление. У меня, я читаю лекцию по лихорадкам, у меня там просто пример больного из Америки, кстати, приехавшего, которого затравили парацетамол, у него просто другого ничего не было, у него токсичная печень была. Вот, поэтому я к парацетамолу отношусь негативно. Аспирин. Он редко, но вызывает синдром Рея. Это тяжелейшее осложнение, острая печеночная недостаточность, энцефалопатия, которая связана с поражением митохондрии, которая возникает у детей и подростков. Во взрослом состоянии вроде бы этого нет. И, как правило, это возникает на фоне лечения аспирином лихорадки вирусного происхождения. Поэтому сегодня все педиатры, это абсолютное табу, люди, брат, могут не знать об этом, обычные граждане, но для педиатров это абсолютное табу, и аспирин не назначается для лечения лихорадки у детей. Ну, переходим ко второй фазе. Это конец первой недели. Вторая фаза респираторной инфекции. От начала заболевания проходит неделя, человек уже более-менее поправляется. Вот. Особенно это характерно для гриппа H1N1 и COVID-19. В случае гриппа происходит деструкция легочной ткани. разрушается легочная ткань и запускается ДВС-синдром. При COVID-19 происходит гипериммунная реакция. Почему такая гипериммунная реакция? Я тоже сначала думал, что там как при гриппе H1N1 идет поражение легочной ткани, развал и все молниеносно ДВС. Нет, там не так. Там все гораздо сложнее и интереснее. Но этим надо тоже заниматься, пока это все никто не расшифровывал. Это пока все умозрительные разговоры. Но тем не менее, при гриппе H1N1 молниеносный ДВС-синдром с активацией по внешнему пути за счет тканевого тромбопластина, который попадает в кровь из распадающихся клеток. То есть идет распад клеток в легких, выброс тканевого тромбопластина из этих клеток и запускается гиперкоагуляционная реакция. Мгновенно, иногда молниеносно, в течение суток, мы много раз слышали эти описания, и сейчас они идут, кстати, обратите внимание, в газетах, вот ребенок умер в течение одного дня. И тогда, когда в девятом-десятом году на это обращали внимание, то же самое, в течение суток наступали тяжелейшие осложнения и смерть. При ковиде этого не было, хотя я, честно, еще раз повторю, я это ожидал. Нет, при ковиде это все гораздо медленнее, активация идет по преимуществу, по внутреннему пути, за счет цитокинов, за счет иммунных комплексов, за счет поражения эндотелия сосудов, но такого молниеносного течения ДВС-синдрома нет, хотя он тоже тяжелый, он тоже все вызывает, все то же самое, но он протекает полегче клинически. При гриппе H1N1 за часы иногда развивается фибриновое легкое, с тяжелым нарушением оксигенации крови, могут быть ранние тромбоэмболические синдромы, ну а дальше как положено при ДВС-синдром полиорганной недостаточности. При ковиде торпидное развитие легочной недостаточности, обычно несколько дней на это уходит, позже все равно будет полиорганная недостаточность, это все будет, никуда не денется. Вот, но во всех случаях и то и другое вторая фаза это гипериммунная реакция внутрисосудистая свертанная кровь. Вот к чему ждать этого, если это случится, нужно проводить соответствующую терапию, а может быть лучше проводить профилактику. Ну, вот на этом рисунке была попытка сделать такое разделение, это на самом деле рисунок я достал из первого вебинара по ковиду еще, когда я читал, вот, но теперь я могу сказать четко, вот здесь вот ковид через воспаление воздействует на свертывающую систему крови, тромбин, переход фибриногена в фибрин, да, вот идет свертывание, а вот грипп, который через поврежденные эндотелии, нарушение клеток, гиперактивацию макрофага, и дальше он, ну, тоже, конечно, воспаление сюда на макрофаг в любом случае придет, потому что макрофаг это главный фактор, и вот здесь это начинается с тканевого тромбопластина, вот два разных немножко пути, может быть, для неспециалиста это не так важно, но это, это важно, потому что это разные механизмы развития патологии, разное время, и у нас есть разное время на то, чтобы принять критически важные решения. к счастью, не все пропало в 10-м, 9-м году, кое-кто из наших знакомых что-то написал, и вот, значит, Баян Алькенна Инабекова, и Шойхит, это, Баян Алькенна, это Астана, Шойхит, это Барнаул, академик со своей командой, ну, в какой-то степени он ученик Зенея Соломоновича Баркагана, хотя они, по-моему, по возрасту близки, но точно он работал по схеме Баркагана, потому что он, вообще он хирург. Вот какие-то данные по тому, что было опубликовано. Одышка от 80 до 100% больных. В среднем к началу седьмого дня заболевания, то есть к концу первой недели. И это основная причина госпитализации. Головная боль почти у всех, тот пишет, 50, тот 100, кашель тоже не у всех, температура выше 38 и 8 у 80%, миалгия у 80%, насморк у 70%, боли в грудной клетке 60%, боли в горле довольно мало, боли в суставах тоже относительно мало, диарея, рвота, тошнота у 1,3, я на это особо обращаю внимание, потому что и при ковиде то же самое. Но вот что при ковиде мало было, это кровохарканье и крово, выделяемым из носа. Вот геморрагического синдрома при ковиде мы практически не видели, а здесь у 1,3 он наблюдался. Обращаю внимание, это не начало заболевания, это начало второй фазы, то есть это люди уже неделю переболевшие гриппом H1N1. Ну, здесь картинка так называемого фибринового легкого, во всяком случае так Андрей Иванович его называл, вот обычное, нормальное легкое, видите, воздушное, альвеола, все набито воздухом, тоненькие стенки, через которые проходит, дефундирует кислород в кровь, а вот то, что при ковиде, видите, вот фибриновый эксудат в полости альвеол, вот эритроциты в полости альвеол, но это, надо сказать, далеко зашедший ДВС-синдром, вот так выглядят всегда практически легкие при гриппе H1N1, и совсем не всегда так выглядят легкие при ковиде, но тем не менее, вот то, что там происходит, вы должны понимать, легкие набиваются фибрином или кровью, и, конечно, никакой кислород уже никуда не проходит, диффузия падает до нуля, сатурация становится никакой, и в данном случае, кстати говоря, можно сколько угодно накачивать искусственной вентиляцией, тут кислороду некуда деваться. Какую группу при снижении температуры? Нестероидный противоспалительный анальгин. Так, давайте я на вопросы я не на все отвечаю, потому что лучше я потом еще раз пройдусь, поотвечаю, иначе я буду сбиваться. Вот, значит, какие отличия еще раз с ДВС-синдромом при ковид-19 и гриппе H1N1? Ковид, нет выброса конеотромбопластина, нет деструкции тканей, торпидное течение процесса преимущественно по внутренним пути идет активация. При гриппе выброс конеотромбопластина, быстрое развитие ДВС-синдрома, преимущественно по внешнему пути. Значит, вот при гриппе ДВС себя ведет так, как он ведет себя при сепсисе, при кровотечении в родах, при краш-синдроме, ну, даже при краш-синдроме может быть ближе к ковиду, нет, но все-таки при краш-синдроме тоже довольно быстрый, потому что идет массивное всасывание разрушенной, из разрушенных тканей, и там тоже острый ДВС-синдром. При ковиде клиническое течение с преимущественно тромботическим компонентом, микротромбоза, тромбоэмболия, инфаркт миокарда, при гриппе то же самое. На самом деле мы не видим выраженного геморрагического синдрома, хотя он, конечно, обязательно есть. Значит, при ковиде геморрагический компонент смешанного типа, скорее за счет диапедеза эритроцитов, бывают множественные мелкие кровоизлияния в ткани, ну, это не так часто. Гематомы, кровотечение, все это возможно, все это классические проявления ДВС-синдрома, но вот при гриппе все-таки довольно часто наблюдаются носовые кровотечения, ну, скорее, кровотечение в отделяемом износа. При ковиде мало нарушается проницаемость сосудистой стенки, нет выраженного отека, нет тотального фибринового легкого, как при гриппе. Разница в том, что даже есть работы, где взвешивали кусочки гриппа H1N1, легкого при гриппе H1N1 и легкого при ковиде. Так вот, ковидное легкое в три раза легче, чем гриппозное, то есть гриппозное просто пропитано все жидкостью сплошное, а ковидное все-таки что-то как-то дышит. При ковиде из-за торпидности течения нет выраженного феномена потребления, нет глубоких тромбоцитопени, нет дефицита антитромбина-3, только у тяжелых больных он может быть, нет тяжелого снижения плазминогена, вот, при этом косвенное свидетельство высокий уровень додимера, это значит, что плазминоген работает, потому что додимер это результат разрушения фибрина. Вот, иногда бывает смена гиперфибриногеномии на гипофибриногеномии, то есть у вас очень высокий уровень фибриногена, а потом он быстро падает, ну это какой-то синдром потребления, скорее всего. Вот, при гриппе в тяжелой ситуации, конечно, синдром потребления часто бывает. Опять же, возвращаясь к авторам, к которым мы взаимодействовали, что они написали вот в 11-м году по поводу того, что было на второй фазе болезни. Фибриноген повышен был у 50-100% больных, нередко сверхвысокие значения в 10 мг на литр и выше, умеренная анемия с большим числом фрагментированных эритроцитов, это так называемая микроангиопатическая анемия, гемолитическая, механическая, за счет того, что фибриноген прилипает к клеткам, он разрывает, разрезает эритроциты, их видно в микроскопе. Изменение агрегации тромбоцитов как в сторону гиперагрегации СДФ, так и в сторону гипоагрегации и у всех повышено при стимуляции адреналина, а то было СДФ. Умеренная тромбоцитопения до 70 на 10,9 в литре у 45, тромбоцитоз у 15, снижение плазминогена у 30%. Ну вот плазминоген это такой, наверное, самый важный показатель из системы гемостаза и фибринолиза. При этом антикоагулянты антитромбийной протеин С нормальны практически у всех. Высокий уровень дедимера у 65%, еще раз повторю, это не свертывание а фибринолиз. У 100% высокий уровень РФМК. Это мы прям вот подтверждаем. Мы тоже видим, что РФМК наиболее важный, наиболее критичный показатель. Удлинение АЧТВ у всех более 40 секунд, увеличение уровня фактора Вилебранда 83%, порушение уровня эндотелина 64%. Я еще раз повторюсь, это взято из разных работ, это не одна работа, поэтому здесь такая немножко разброс есть, но все-таки вместе все показывает идущий ДВС-синдром, уровень фактора Вилебранда эндотелина, это показатели поражения эндотелия сосудов. Новое понимание ДВС-синдрома при вирусной респираторной инфекции позволяет нам сегодня обсуждать раннее начало антикоагулянтной профилактической терапии. Здесь мы должны обратиться в аналогию с тромбоэмболией локшной артерии, с тромбоэмболическим коронарогенным инсультом. Мы и в том, и в другом случае не ищем локальных тромбов. Мы не смотрим, есть ли тромбы в венах или нет. Мы говорим о том, что есть фактор риска, эти факторы риска достаточны для того, чтобы начать антитромботическую терапию, профилактику тромбоэмболии. Мы назначаем антикоагулянты профилактические, друзья мои. Это самое главное. Сегодня людей, получающих антикоагулянты профилактические, миллионы и миллионы. При этом мы точно знаем, что, во-первых, респираторная инфекция относится к факторам риска априори, просто она прописана в факторах риска тромбоэмболических синдромов. Во-вторых, мы знаем, что респираторная инфекция носит ежегодно миллионы пожилых, именно через механизмы ДВС-синдрома, через микротромбоэмболии, макротромбоэмболии, инфаркты, инсульты, тромбоэмболии лёгкостной артерии. Всё это факторы, которые приводят к смерти, а триггером для них является инфекция. Поэтому вот эта вот связка вирусная инфекция, тромбоз и смерть, например, от инсульта, мы её можем разорвать на уровне связки инфекции тромбоза. Поэтому, ещё раз, средне-тяжёлые течения респираторной инфекции уже является фактором риска тромбоэмболизма. И это важнейший тезис, который мы сегодня с вами здесь, собственно, обсуждаем. Профилактика и лечение ДВС-синдрома, она стоит на трёх китах. Это прямые антикоагулянты, это свежезамороженные плазмы и плазма ФРС. Значит, я сразу скажу, что мы вообще не будем касаться гепарина и низкомолекулярных гепаринов. Ну, просто и времени нет, и это всё-таки стационарные вещи, хотя, может быть, и амбулаторные используются. Мы всё-таки больше приверженцы прямых оральных антикоагулянтов. В отличие от Зеноса Ломоновича Баркогана, мы теперь можем говорить, у нас они есть. Друзья, меня вот дал, это тот же самый гепарин, только в рот в виде таблетки. Тогда этого ничего не было, тогда всё это может быть, когда-нибудь что-нибудь начнётся. Вот. Значит, таким образом, профилактическое лечение ДВС-синдрома должно начинаться на ранних этапах болезни, что предотвращает развитие тромбоэмболических осложнений. Значит, мы считаем, что это должны быть, что антикоагулянты должны назначаться всем больным амбулаторно, которые имеют средне-тяжёлое течение заболевания. Поскольку чёткой характеристики средне-тяжёлого заболевания нет, а вот вы меня спрашиваете, а я вам отвечаю, видите, на слайде прямо. Значит, температура выше 38,5 в совокупности с выраженной слабостью головной болью, выраженное чувство нехватки воздуха в сочетании с частотой дыхания более 22 секунды в минуту, снижение сатурации ниже нормы, но в пределах 95-93, высокие показатели, если они есть в острофазовых белков, ЦРБ, Додимер, Ферритин, Фибриноген, повышение уровня РФМК и пациента с быстро отрицательной динамикой заболевания. В этом случае назначается Апексабан 5 мг в 2 раза в сутки, либо Рироксабан 10 мг в 2 раза в сутки, либо Добегатран 110 мг в 2 раза в сутки. Соответственно, все больные в стационаре должны получать антикоагулянтную терапию, либо перечисленные препараты, либо низкомолекулярные гепарины в профилактических дозах, если это им не противопоказано. Противопоказание настолько одно, это наличие идущего кровотечения, не вообще когда-то, где-то у меня, знаете, геморрой был с кровью, нет, вот есть геморрой, сейчас не кровит, значит, нет противопоказаний для применения антикоагулянтов. Когда назначать антикоагулянты? Это самый, наверное, сложный вопрос, но я бы на нее так ответил. К концу первой недели заболевания, если симптомы заболевания остаются интоксикация, слабость, лихорадка, появление одышки или снижение сатурации. Вот это я бы при гриппе сейчас бы вывел в качестве формулы для назначения антикоагулянтов, прямых оральных антикоагулянтов. Вы мне можете сказать, что ну как же так, это же, да, бывает, но нам лучше перебдеть, чем недобдеть, понимаете? Нам лучше перебдеть тему профилактики тромбоэмболизма, чем получить потом какие-нибудь осложнения. стероида. Я к ним плохо отношусь, я сразу могу сказать, для меня, вот мне прямо как ногтями по стеклу дать человеку стероида. И тем не менее, мы сегодня расширили их применение. Значит, если лихорадка свыше 38 остается более трех суток, обращаю ваше внимание, мы снизили, у нас раньше был 38,5, сейчас мы даем и при 38, потому что формально 38 от 38 и 5 ничем не отличаются. Вот 37,5 от 38 отличаются, выше нет. Вот, и есть выраженная слабость, симптомы интоксикации, хотя бы головная боль, к концу недели болезни. Вот в этом случае мы считаем, что стероидные гормоны нужно давать. Как мы их даем? Мы даем довольно приличную дозу, мы даем 30 миллиграмм, это 6 таблеток преднизолона, однократно утром в течение трех дней, отменяем сразу. Для ковида у нас была формула следующая, она отработана на сотне больных, поэтому мы уже можем говорить о формуле. Значит, если через 3 дня назначение 30 миллиграмм преднизолона лихорадка оставалась, мы добавляли до 60, то есть вдвое увеличивали преднизолон еще на 2, максимум 3 дня отмена, тоже сразу. То есть минимальное время 3 дня, максимальная неделя. Из всех наших больных только в одном случае нам нужно было лечить чем-то другим, но это был больной с врожденным иммунодефицитом, которого мы в конечном счете пристроили в стационар, и там уже разбирались с ним. Поэтому он как бы выпадает из общей группы больных, у него диагноз рожденного иммунодефицита был до нас поставлен, и в общем это как бы отдельная тема. Во всех остальных случаях мы справлялись такими дозами. Значит, еще раз, схема при терапии остро-респираторной инфекции средне-тяжелого течения. Значит, при контактах и малосимптомной форме болезни мы даем салудексид. Тут кто-то спрашивал про салудексид. Да, мы его даем, мы назначаем, мы его рекомендуем точнее назначать, мы назначаем, поскольку мы работаем дистанционно, но рекомендуем. По салудексиду есть работы рандомизированной группы, где показана его эффективность при ковиде по снижению частоты госпитализации, по снижению тяжести заболевания при раннем начале его применения. Салудексид, в отличие от антикоагулянтов, он вообще не обладает геморрагическими осложнениями, это просто можно спокойно принимать. Это гепареноид, то есть препарат похожий на гепарин, ну, можно сказать, так очень грубо, если сказать, что это мало очищенный гепарин, если низкоммуникулярный гепарин, это высоко очищенный гепарин, то салудексид, наоборот, низко очищенный гепарин, но тем не менее он тоже работает, и это доказано. Что касается депиридамола, мы в наших рекомендациях в свое время писали, у депиридамола есть показания для профилактики и раннего начала лечения вирусных инфекций респираторных, к сожалению, у меня нет работы по этому поводу, да, показания есть, да, он у нас был прописан, мы его оставляем и сейчас, вот, салудексид принимать в дозах стандартных, которые написаны в инструкции, вот, поэтому мы, ну, мне трудно что-то про него сказать, ну, наверное, можно использовать. Значит, еще раз, у больных симптоматическая форма болезни в стадии средней тяжести, это высокая температура несколько дней при отсутствии дыхательной недостаточности, мы даем оральные антикоагулянты апексабан, рюксабан, добегатран. Значит, напоминаю, что эти препараты не требуют никакого контроля лабораторного, и они имеют хороший профиль безопасности. Это их принципиальное отличие от гепаринов всех, где все-таки там, хотя при профилактическом применении тоже никакого контроля никто не требует, он не нужен, но при лечебных дозах, да, там смотрят на хронометрические показатели свертания, здесь даже этого не требуется. Значит, дозы профилактические, они соответствуют дозе при венозном тромбоэмболизме, при фибрилляции, при цердии и тромбоэмболии легочной артерии для профилактики. Вот, ну и уже я еще раз повторюсь, если лихорадка сохраняется, если нарастается гипосемия, а таких больных среди наших примерно 20% было в пике, 6 таблеток преднизолона однократно утром 3-4 дня кислород, ну и это я уже говорил про увеличение. Если не получается достаточно хороший эффект, то еще на 3-5 дней можно добавить преднизолона. Значит, хочу отослать к работе Синайского госпиталя, значит, они проверяли применение антикоагулянтов в профилактической терапевтической дозе, потому что очень много копий ломалось, что надо давать большие дозы антикоагулянтов, увеличивать, мы не достигаем гипокоагуляции, а не надо достигать гипокоагуляции, друзья, это какая-то глупость. Это так же, как лечить сахарный диабет второго типа от сахара. Вот сегодня показано, что сахар снижать это, конечно, хорошо, но совершенно не главное, а главное лечить правильными таблетками. Так и здесь. Не нужно нам достигать увеличения времени коагуляции. Нам нужно давать препараты для того, чтобы снизить гиперкоагуляционный потенциал крови. Больше ничего мы добиться не хотим. Так вот, разницы между профилактическими и терапевтическими дозами никакой не было в Синайском госпитале. Там тысячи больных, посмотрите, цифры полторы и тысяча девятьсот. Кроме того, что высокие дозы, естественно, увеличивали геморрагические осложнения. Вот. Ну и мы, конечно, отмечаем всегда, что с мая двадцатого года в виде монотерапии, вопреки всем рекомендациям, которые были на тот момент, а было везде написано, что их надо отменить, мы стали применять и получили замечательные рекомендации по эффект по лечению. Вот. Дозы. Значит, очень много ломается скопи по поводу доз. Значит, обращаю ваше внимание, прямых сравнений, к сожалению, нет. Но по добегатрану 610-650 одинаковые два раза в сутки, да, дозировка. То есть тут доза, она абсолютно идентична. По рироксабану один раз в день 20 миллиграмм, то, что рекомендовано, хорошо более-менее работает, правда, хуже варфарина почему-то, ну, ладно. А 15 миллиграмм один раз в день вообще не работает. Поэтому, как положено, у всех у них должна быть более-менее постоянная концентрация в крови. Для этого препарат надо давать два раза в сутки. Раз 20 миллиграмм, значит, надо 10 миллиграмм два раза в сутки, тогда вы будете иметь одинаковый эффект. И, например, наконец, для апексабана. У нас почему-то его дают в два раза меньше. Вот, смотрите, апексабан 2,5 миллиграмма два раза в день не работает вообще. Вообще никак не снижают никакие риски. Это плацебо. Это прямо в статье написано плацебоэффект апексабана. Ну, у нас везде напитки. 2,5 миллиграмма. Ну, не переводите деньги. 5 миллиграмм прекрасно работает, 2,5-2 раза в день не работает. Вот. Ну, еще раз повторюсь, время полужизни этих препаратов примерно там 10-12 часов. То есть, если вы хотите достичь постоянной концентрации антикоагулянта, что требуется при антикоагулянтной терапии, подавать эти препараты нужно в 2 раза в сутки. Так же, как даются, назначаются инъекции низкомолекулярных гепаринов. 2 раза в сутки. Нет другого способа. 1 раз в сутки нельзя их делать. Гепарин, поскольку он быстро выводится, в отличие от низкомолекулярных гепаринов, его нужно колоть под кожу 4 раза в день. 2 раза под кожу нельзя. Внутривенно, только непрерывным потоком в течение суток. Ну, такие вот подходы. Значит, мы сделали свою собственную шкалу по оценке риска кровотечения при приеме оральных антикоагулянтов. Ну, есть шкала стандартная, но она относится к назначению варфарина, то есть, это непрямые антикоагулянты. И там просто среди параметров есть эффективность непрямых антикоагулянтов. Она не годится для препаратов прямых. Кроме того, она основана просто на мнении экспертов, да, мы, собственно говоря, тоже такие же эксперты, мы раздали нашим специалистам, академикам, профессорам, смотрели, поговорили, вот что получилось. Да, значит, вот 100% это то, что 50% то, когда не надо, да, то есть, это состоявшееся или продолжающееся кровотечение при эндоскопическом подтверждении или наличии клинической картины, которая не вызывает сомнения, да, при варикозных венах, язве желудка, язве 12-перстной кишки или гемориидальном кровотечении. Или же в день приема начала антикоагулянта есть носовое кровотечение. Не прожилки, не прожилки, прожилки не противопоказания, а именно кровотечение, чтобы оно было видно. Тогда да, тогда не надо. Ну и осторожно наличие менструации в момент начала приема антикоагулянтов. Первые три дня менструации мы либо не даем первые три дня, ну если женщина уже менструирует, не нарастает кровотечение, мы тогда продолжаем. Вот. Ну и здесь вот нарушение белково-синтетической функции печени понятно, да, если выполнена недавно полостная операция на суставах, инвазивное сосудистое вмешательство, да, тут, наверное, тоже нужно подумать. И, наконец, обращаю ваше внимание, вот это вот внимание, НПВС. Мы снижаем температуру, это НПВС, но при них нельзя назначать антикоагулянты, либо то, либо другое, потому что их сочетание это резкое повышение вероятности кровотечения. И будьте любезны, это абсолютно обращать внимание, если вы даете антикоагулянты, НПВС надо отменять. Вот так. Все остальное от лукавого. Ну, вы можете сделать скрин, он есть в рекомендациях, вы можете найти рекомендации антикоагнат, вот, и, ну, в общем, пользуйтесь этой схемой. Значит, наше утверждение не голословное, и это очень важно. Мы при ковиде уже свой опыт имеем в тысячах больных, измеряемых, а вот работы, выполненные тогда при гриппе H1N1 H1N1 10 лет тому назад, уже 12 лет назад, 13 лет назад. Вот. Это, к сожалению, не прямые сопоставления, но это два известных ученых, два известных специалистов, оба с обоими я хорошо знаком, вот. И это из их докладов, и обращаю ваше внимание. Вот Лещенко, Екатеринбург, они лечили ОРДС. ОРДС это значит реанимация. И никакого там антикоагулянтного лечения не было. Вот. ИВЛ 31% больных у них на ИВЛ летальность 29%. Грипп с пневмонией 95%, 37% на ИВЛ умерло 27%. Ну, так по всей стране. К сожалению, с публикациями очень плохо. Если вы начнете искать публикации, вы их не найдете, нет публикации по летальности при гриппе H1N1. А вот Шойхет, где применяли лечение антикоагулянтами свежезамороженной плазмы, плазмоферезом, так как положено. У Шойхета отработано вообще лечение гнойных поражений легких, у него там много диссертаций по этому поводу, защищено, именно вот с применением криоплазменной терапии плазмофереза, антикоагулянтами. Вот, они лечили ОРДС и ДВС. Значит, у них больных побольше, как вы видите. Летальность, извините, в три раза меньше, да, у Лещенко 29%, у Шойхета 10%. грипп с пневмонией 55 человек на ИВЛ 55 умерла в 10 раз меньше, в 10 раз, друзья мои, меньше. И это все время нас и вдохновляет на то, чтобы вам это рассказывать. Снижение в 10 раз летальности от применения антикоагулянтной криоплазменной терапии с плазмоферезом, это то, за что стоит бороться. Это то, ради чего мы, собственно говоря, все время, это из года в год рассказываем. Мы, конечно, не обсуждаем, я не могу, уже я вам читаю полтора часа, я думаю, что надо уже заканчивать на этом, вспомогательную кислородотерапию, пронпозицию, кислородные концентраторы, все это можно делать амбулаторно, концентраторы есть вот из Киргизии, там Талиб вставил по 2-3 концентраторы в загоняльный кислород, это все можно делать, это все работает, это все доступно, и все это амбулаторно дома. Лечебное питание не обсуждаем, мы видим очень хорошие эффекты от лечебного питания, очень рекомендуем специальные продукты лечебного питания, вот, типа там, например, вот у меня тут даже стоит тут ресурс, вот такой вот препарат, это однократный обед, завтрак или, соответственно, ужин, потому что люди плохо едят во время температуры, во время инфекции, кормить их надо. Свежезамороженная плазма в стационаре у тяжелых больных до 6900 миллилитров в сутки, 24 дня подряд, опять же, есть единичные работы, их мало, но эффект от переливания свежезамороженной плазмы, он колоссальный, и вот не могу, я так вижу что-то из Казани кто-то, но не могу не сказать, был больной, молодой парень, звонит главный врач из одного из татарских городов по просьбе, по наводке, через Минздрав со званием, все говорят, надо плазму переливать, да, 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 очень вежливый разговор, да, да, что, будем, на следующий день звонит, вы знаете, мы тут вот провели консилиум, и вот у нас есть данные о том, что плазма у него вызвала какую-то реакцию, мы не будем переливать плазму, я говорю, ну, смотрите, дело хозяйств, конечно, как вы думаете, чем закончилось дело? Больной помер, просто потому, что ему не захотели переливать плазму, может быть, он и так бы умер, наверное, но поскольку у меня все больные, которых я знаю, кому переливали плазму, выжили, тяжелейшие, больные, самые тяжелые, на плазмы выживали, а здесь отказали, то, к сожалению, у меня такая зарубка на сердце осталась от этой истории. Плазмаферез, много отдельных сообщений, литературе, о группах случаев, о отдельных случаях, очевидная эффективность плазмафереза, стопроцентная эффективность есть, но, к сожалению, процедур малодоступны. Когда-то прерывистый плазмаферез был в каждом, по-моему, селе, только что не на ФАПе стоял, но точно в районных больницах был во многих. Сейчас днем с огнем не сыщешь, но удаление до 900 мл плазмы в сутки, это на самом деле обработка трех мешков крови. Можно просто взять мешок, ну, контейнер для крови донорской, поставить его на полчаса, за полчаса, ну, на час, за час эритроциты осядут, сверху будет плазма, можно ее просто отжать, да даже книжкой отжать, да просто она вытечет у вас. И так три мешка сделать за день вы плазму ФРС 900 мл легко сделаете. Даже времени не потратите на это. Но не делать его, на мой взгляд, ну, это преступление. Пять процедур подряд, и будет прекрасно, будет прекрасный эффект. И заканчивая выступление, я хочу сказать, что респираторные и не только вирусные инфекции отказались у нас безнадзорными. При этом эпидсезон, они являются 80% причин посещения врача-терапевта. То есть люди идут именно с инфекцией к врачам. Инфекционисты этими больными не занимаются от слова совсем, они к ним никогда не попадают. Главными экспертами, как мы сейчас видим, выступают у нас иммунологи, вирусологи, эпидемиологи. То есть люди, которые абсолютно далеки от больных, часть из них не имеют даже медицинского образования, но они нам рассказывают, как правильно профилактировать и лечить. Точно можно сказать, ОРЗ вне фокуса пульмонологов и лор-врачей. Именно поэтому Московское городское научное общество терапевтов взяло фокус уже много десятков лет, это не первые десятки лет мы занимаемся вопросами острых респираторных инфекций. И мы считаем, что мы сделали очень много, гораздо больше, чем Минздрав и Роспотребнадзор в этом направлении. Ну и в общем будем делать и дальше. Давайте теперь пойдем по вопросам. На какие-то я ответил, на какие-то не ответил, сейчас я буду листать. Вопросов довольно много. Так. Я сразу скажу, не на все отвечу. У моего ребенка в электронной медкарте стоит прививка против гриппа, на самом деле ребенок часто болел, ее поставить не успели. Читали, что у многих в электронной карте стоит прививка от гриппа, а по факту ее не ставили, ставили в смысле прививку или отметку. Может, в других регионах также люди перестали верить в прививках, вину всему вакцинации от ковида. Да нет, ну Господь с вами, какая вакцинация от ковида? Уже давным-давно никто не вакцинируется от гриппа, все прививки. Это называется прививать раковину. У меня даже статья такая была в СМИ. Сестры прививки выливают и ставят отметку о том, что она сделана. Пытались при ковиде ввести институт уполномоченных, которые сидели и следили, чтобы делали прививки, а не сливали их. Ну, сестры умудрялись делать, я сейчас тайно расскажу, делать в ватку. Берете ватку, чтобы не было видно проверяющему, который наблюдает, и в ватку втыкаете шприц, прикладываете ее сюда, и вроде как прививки сделают. мне кажется, что народ изгиляется и не просто так. Если бы эти прививки хорошо бы помогали, то я вас уверяю, их бы делали все. Но поскольку люди же, они же не идиоты, они же тоже видят, что помогает, а что не помогает. Так, тесты на антигены я уже говорил, да, что я не знаю, их надо проверять. Скорее всего, очень много шарлатанов, я уверен, что очень много шарлатанов в этом плане. И главный вопрос, зачем, что мы хотим получить? Просто ради интереса, ради интереса неважно. РФМК, я уже ответил, повышение в два, в три раза. Он обычно, если уж повышается, то повышается. Если он на 10% выше, то, наверное, это не так важно. Но мы же не оцениваем, мы же больного лечим не по анализам, мы же лечим сначала все-таки больного человека, мы смотрим, чем он болеет, мы лечим его болезнь, а болезнь, в образе болезни, РФМК просто занимает какую-то точку, не более того, какое-то место. А лечим его все-таки в совокупности все. Кстати, никогда не говорите, что надо лечить больного. Больного нельзя лечить. Мы лечить можем только болезни, не умеем по-другому. Летальность от гриппа на сегодняшний день. А кто ж его знает? Где вы такую информацию возьмете? Сейчас заболеваем с ковидом снизилось, что это уход вирус или меньше 100 лет, тестировать амбулаторных больных. Ну, я вам хочу сказать, что ковидом точно не снизилось. Ковида полно. Просто полно. Среди тех, кто у нас проходит, я думаю, что половина точно больных с ковидом. Через тесты наши. Симптомчекер. То, о чем я говорил. Вот симптомчекер медикейс. Заразившись ковидом, заразился вирусом. Вы знаете, про это много болтают, там, тремя вирусами. Мне кажется, это чушь какая-то. Я никогда не видел. И как вы это отличите? По ПЦРу, так я и не верю по ПЦРам. По клинике, а как вы эти две клиники отличите? Не могу вам сказать. По-видимому, все-таки либо одним вирусом, либо другим вирусом. Мы не видим даже, ну, сепсис, хорошо, вот сепсис тяжелый, да? Мы не видим там заражение вирусом. Мы не видим заражение вирусом при агронцитозе, когда нет нитрофилов у человека, нечем защищаться. А вирусная инфекция не появляется. То есть, видимо, все-таки какие-то есть внутренние механизмы, распределяющие, какой инфекцией человек будет болеть. Сулодексид я вам ответил. При ковиде мы его применяем, рекомендуем. Гриппферон при гриппе, циклоферон при гриппе, асельтамивир при гриппе. Я уже ответил. Мы не видим никаких эффектов от препаратов, в которых они не описаны. Форсированный диурез. Форсированный диурез это вы мочегон начали собирать, задавать. Не, мочегонный, наверное, все-таки это избыточно. Ну, заливайте человека водой. А вот тут кто-то спрашивает, какой объем воды в час можно принимать в среднем, чтобы не вызвать перегрузку. Какую перегрузку? Вы выпейте литр воды в час, а выпейте три литра воды в час. Когда вы три литра воды в час выпьете, вы мне в следующий раз задайте вопрос и расскажите, как это у вас получилось. пиво можно, а вот чая нет. У меня, собственно, опыт трехлитрового водопития. Это очень нагрузочно. Но все выливается. Если у вас нет болезни почек или сердечной недостаточности, то я вас уверяю, все выходит прекрасно. Никакой перегрузки. ну а сколько в час, какой же смысл в час, если вы даете там ну плюс три литра в день. Ну хорошо, ну четыре литра в день выпейте, разделите это на час. Так, так, осель-тамивир, дайте данные по его эффективности. Так, свечи, энтеральные формы. Я сейчас про анекдот про свечи вам рассказываю. Я не знаю, какие легформы безопаснее и эффективнее. НПВС, они в отличие от аспирина, язву не выжигают. Вроде как. Хотя, наверное, тоже могут. Поэтому все равно в какой форме доступность, биодоступность у них, наверное, примерно одинаковая. Ну, для детей считается, что лучше свечи. Так, вот кто-то советует про уксус. Мне нравятся химические познания, обтирание уксуса в концентрации один к одному. А вы уксус какой берете концентрации исходной? 5, 10, 80, эссенцию. Вот, поэтому, ладно. Ибуклин, не знаю, снижение лоб, виски, голеностоп. Ну, хорошо, бабушкины способы я не возражаю. Я вообще к бабушкам отношусь хорошо, поскольку много лет занимался гириатрией. Хотите на голеностоп, да хоть на пятую точку. Но наиболее эффективно все-таки я вам показал этот треугольник, вот здесь вот, верхняя часть грудной клетки и шеи. Так, температура, ликвиз. Так, из наблюдений на своем опыте. Зачитаю. После 4 дней температуры 38,2-38,8 при адекватном режиме ликвиза, но и ликвиз не снижает температуру, я еще раз напоминаю. На пятый день после нормализации температуры от небольшой физической нагрузки произошла потеря сознания, и, приехавшая скоро обнаружила сахар-3. Бери глюкозу внутривенно. Может ли коронавирус так повлиять на поджелудочную железу, что вызывает гипогликемию? Ну, нет, конечно. Не может. Ликвиз тут совершенно ни при чем. Это, а, это ковид у вас был. Ну, смотрите, чтобы там сахарного диабета не было с гипогликемией. Это тоже может быть. Это тоже метаболический синдром. Так. Как вы относитесь к пиралгину? Слушайте, я ни к чему никак не отношусь. В общем, все, что я хочу сказать, я вам рассказал по поводу тех препаратов, которые мы рекомендуем. При критическом снижении температуры возможности лечить сухолочные осложнения. Конечно, там не было критического снижения, там была гипогликемия. Поэтому мы советуем всем принимать продукты питания лечебное. Питание, оно содержит в себе достаточный уровень энергии, которая не даст развиться гипогликемическому состоянию. Какую группу препаратов лучше использовать при снижении температуры взрослым и детям? Ну, я еще раз повторю, лучше всего использовать физические методы снижения температуры. Если не получается, это препараты нестероидные противовоспалительные, анальгин, ну и в тяжелых состояниях, наверное, могут быть преднизоломы, но он не для снижения температуры, он для лечения все-таки гипериммунной реакции. Друзья, мое отношение ко всем препаратам хорошее только после того, как я вижу доказательства. А так, я к препаратам не отношусь. Насколько эффективны прививки против гриппа нет эффекте антигена антитела усиления? Ну, нет, я думаю, что все-таки никакого эффекта отрицательного нет от прививок, ну, от гриппа, кроме того, что они могут вызывать тоже какие-нибудь осложнения аллергические, мы заострились на прививках от ковида, вот это тяжелая артиллерия, хотя даже вот Кахрейн, продавшийся Кахрейн, написал, что они не вызывают осложнений, но это вранье, потому что они точно вызывают осложнений. как вы относитесь к препарату томифлю? Доказательства на стол, нет доказательств, нет препарата. Каким критерия средней тяжести, я вам уже сказал, температура выше 38,5 несколько дней, ну, несколько дней, это сколько дней, мы берем три дня, ну, на четвертый день уже обсуждаем. Так, в рекомендациях каких-то появляется эффективность балок, Савир. Слушайте, вот, будьте любезны, у нас ковид отменил evidence-based medicine, медицина, основан на доказательствах. Была такая не очень популярная в стране наука и в мире, на ней кто-то настаивал, что все должно быть статистически проверено. Оказалось, что это не обязательно. Достаточно, чтобы Трамп вышел и сказал, давайте, товарищи, хино всем, и весь мир стал пользоваться хиной. Он сказал, нет, от хины умирают, давайте никому не давать. И все перестали давать. А потом сказал, нет, ну вообще вроде какой-то эффект есть. Ну, друзья, ну так нельзя, понимаете, ну мы же все-таки с вами врачи, так же невозможно. Вот есть кто-то, что-то что-то проталкивает, какой-то вир. Ну, толкайте, но вы должны понимать, что без доказательств, к сожалению, нельзя. Сколько времени принимать апексабан при гриппе? Это хороший, вот это хороший вопрос. Значит, смотрите, какая история получилась. Значит, когда мы начали заниматься профилактикой тромбоэмболии лёгочной артерии, то речь шла о том, что, значит, назначается несколько дней после операции, типа того достаточно. Потом сказали, нет, недостаточно, надо бы вообще-то месяц принимать антикоагулянты, потому что оказалось, что частота развития тромбоэмболии выше через месяц после операции, чем непосредственно после операции. И тогда сказали, да, надо месяц, а лучше два. И так это сейчас задержалась такая история. И вот госпиталь Синайской горы Нью-Йоркский, они тоже показали, что нужно после уже выпуски из госпиталя не меньше месяца принимать антикоагулянты. Если уж вы начали, не меньше месяца. Мы сначала написали две недели, но потом всем тоже стали говорить, друзья, месяц надо попринимать. Хуже точно не будет. И сюда же, наверное, сулодексид, я бы тоже, если уж вы начали его принимать, то меньше месяца принимать смысла никакого нет. Значит, следующий вопрос по таблеткам, эквивалентности таблеток. формально все таблетки эквивалентны 5 мг преднизолона. Сколько бы ни была навеска дексаметазона, поликарталона, метилпреднизолона, они все эквивалентны 5 мг преднизолона. Но в гематологии никогда не назначается ничего, кроме преднизолона, метилпреднизолона. Дексаметазон не работает. Он как гормон, он эквивалентен, а как вот эффект нет. Поэтому мы не пользуемся дексаметазоном в принципе никогда. Нужны ли ингибиторы помпы при приеме апоксабана для профилактики желудочно-чищающих кровотечений? А какая, при чем здесь ингибиторы помпы и антикоагулянты? Антикоагулянты не вызывают кровотечения. Они не вызывают никаких изменений слизистой желудочно-чищающей тракта. Если у вас нету язва, то с какого перепуга вы будете давать помпу? Я не знаю, мне кажется, что не нужно точно. Не плодите сущностей. Какова вероятность повторного заболевания гриппа в одном сезоне? Я думаю, что никакой, нулевая. Другое дело, что грипп-то может быть один и другой, они же разные. так, а есть лихорадка? Слушайте, вот не нужно задавать таких абстрактных вопросов. Вы к больному подойдите, вы с ним поговорите, и вы поймете, надо давать или не надо. Мы даем рекомендации вам, больному ли рекомендации, а давать или нет, принимать или нет, это дело хозяйское. Это ведь ответственное самолечение. Если вы видите, что все плохо, дайте гормоны. Мы вам это сегодня рекомендуем и разрешаем. Вчера, много лет назад, против гормонов было категорически нельзя давать при гриппе гормон. Нельзя. Мы говорим, да, можно, есть ситуация. А вы уж сами принимайте решение, давать в конкретном случае или нет. Это каждый раз взвешивается, это нельзя так вот, вот так по схеме лечат. Нет. у меня сейчас вот больная вот три дня дали, а у нее лихорадка снова 37, вроде бы, к вечеру, давать или не давать. Я говорю, кончайте уже, валять дурака, прекращаем. Но это мое решение, я так считаю. Я вам это не могу объяснить, как это сделать. В конечном счете, элемент искусства в медицине все равно остается. И элемент того, что врач от слова врать, это тоже остается, поэтому, ну, как-нибудь разрешайтесь. Так, есть ли несколько факторов риска суммировать проценты? Нет, не суммировать, они не суммируются проценты, только максимальный процент выбирается. Здесь же нет никакой суммации рисков. Это вот, если у вас риски тромбоэмболии легочной артерии, то там можно суммировать, потому что у вас и грипп, и операция, и там, не знаю, что-нибудь еще, сахарный диабет, они каждый сам по себе имеют риск, который можно как-то суммировать, но тоже, насколько мне известно, такой суммации четкой нет. Вообще, магия цифр не должна завораживать, мы цифры написали условно, 100% это вот нельзя, 50% опасно, 30% ну, подумайте, примите решение, все остальное не играет никакую роль. Все эти проценты, они не вычислены, это проценты консенсуса, проценты договоренности, у вас нет ни одной шкалы, которая была бы чем-то обоснована, это все договоренности между специалистами, а мы почему-то верим, что если там написаны какие-то проценты риска, то это истинно последняя инстанция, да не так это, друзья мои, не так, полное вранье, никого там нету, процента. Если возникло геморроидальное кровотечение, само остановилось, можно ли продолжать антикогулянт? Можно, потому что что такое геморроидальное кровотечение, я не знаю. Надо опять же конкретно смотреть, это что, кровь в каловых массах, тогда это не противопоказание, или это прямо струйка крови капает и все там запачкало. И что такое, если такое кровотечение, оно само не остановится на совсем, значит, оно будет рецидивировать, поэтому это все требует конкретных решений. Опа! Как принимать ПОАК в амбулаторных условиях, если лаборатория загружена, но лаборатория у нас частная абсолютно не загружена. Обследовать на все риски кровотечения практически невозможно, да и больному тяжело посещать поликлинику. А где вы у меня увидели риски лабораторные по кровотечению-то, я что-то не помню. Я там про тяжелую печенышу недостаточность говорил. Так это желтый больной у вас будет с отеками. Вот ему не надо ПОАК принимать. Для этого лаборатория не требуется и так видно. А все остальное простите, пожалуйста, никакого отношения не имеет к оценке риска. Если у вас есть кровотечение из язвы желудка, больной фонтанирует кровью или из него льется милена, не надо применять. Сделайте гастроскопию или отправьте на операцию. Но это не к ПОАКам имеет отношение, а к болезням. А больше у меня никаких лабораторных противопоказаний не было. Какие риски кровотечений лабораторные вы знаете? Я, например, вообще их не знаю. Еще риски тромбозов там можно обсуждать в рожденной тромбофилии, а риски лабораторных кровотечений я раз слышу. Какой риск инфицирования через свежезамороженную плазму гепатитом и ВИЧ? Отвечаю. ВИЧ ноль. Нет ни одного случая заражения ВИЧ-инфекцией в России через свежезамороженную плазму. Это я вам вот зуб даю ответственно. Ни одного случая не зарегистрировано. Гепатит ну, наверное, какой-то есть. Но свежезамороженная плазма у нас подвергается карантинизации в течение полугода. Если донор не пришел, она выбрасывается. Если донор пришел, сдал повторные анализы на гепатит, они у него обнаружены, то плазма выбрасывается. Поэтому риск заражения гепатитом ну, в общем, резко снизился. Мы специально провели работы по закупке оборудования для всех станций переливания крови, холодильников многотонных и в крупных, во всех крупных областных центрах такие холодильники стоят. Это позволяет хранить свежезамороженную плазму тоннами и карантинизировать ее. Это был проект Мирового банка. Я лично принимал в нем участие и мы оснастили всю Россию такими холодильниками. Поэтому заражение гепатитом и ВИЧом в общем ну, гепатитом конечно не к нулю, но ВИЧом сведено к нулю давным-давно. Ни одного случая описанного заражения ВИЧом не было. Переливания зараженной плазмы были, это правда. Даже не плазма, а крови, насколько я помню, плазму, по-моему, не переливали. Были, но заражения не было. ВИЧ не настолько, видимо, заразен, как нам его молюют. плазму ФРС можно делать на фоне температуры более 38 градусов, да хоть 45. Как и при чем здесь температура? Не, ну это вы так только не запишите, а то вы сейчас мне запишите, что я сказал. Нет. Больше 41, я не знаю, бывает ли температура. Так. Можно ли против гриппа? Значит, еще раз повторюсь, мы сделали исследование несколько лет назад, систематический обзор всех исследований по вакцинации от гриппа и написали резюме. Нет ни одного показания, где доказана эффективность вакцинации от гриппа. Ни в случае вакцинации персонала домов престарелых, ни в случае самих престарелых, ни в случае вакцинации детей в организованных коллективах, ни в случае вакцинации персоналов организованных. В общем, вот каждую группу берете и везде нет. Сначала пишут, да, вот сейчас все, мы тут вот замечательно. Потом проходит несколько лет, появляется другая публикация, где написано, эффекта нет. Поэтому на сегодняшний день мы говорим о том, что, по-видимому, эффекта нет нигде. Одна группа, там, хоба, какой-то эффект был, но вот, честно говоря, может быть, просто мы не дождались повторной публикации, где этот эффект был нивелирован. Видеозаписи заседания обычно у нас выкладываются. Так, спасибо, спасибо, спасибо. На вопросы давайте еще раз. Еще раз повторюсь, сочетание двух инфекций, я не понимаю, что это такое. Каким образом это подтвердить, доказать, я не знаю. Они совершенно одинаковые. ингавирин, ингавирин, это вообще препарат-то не для лечения инфекции, это же было изобретение для повышения иммунного статуса у больных. Ну, это просто пустышка, да еще к тому же жульнически распространяемая. О, метиленовая сильная, это наше все. Будет человек, у нас есть два препарата, зеленка и метиленовая синь. Еще можно накапать на макушку йода, и тогда будет совсем хорошо. Ох! Солодексид, я уже говорил про тромбообразование, мы его используем. Значит, повторю еще раз, мы не используем дексаметазон. Ответ почему, я вам не могу сказать. Но никогда в жизни, ни в одной гематологической работе дексаметазон не использовался. Хотя попытки, насколько я знаю, были, но каждый раз были неуверенности в его эффективности. Поэтому в России дексаметазон не входит в рекомендации в гематологических протоколах. Где взять лечебное питание, купить? Какое? Их много разных. Мы используем компанию Nestlé ресурс. Если Никифоров рекомендовал, то, значит, к нему все вопросы. Мое мнение, чем вы лечитесь от вирусной инфекции? Вы не поверите, почти не болею вирусными инфекциями, ничем не лечусь, бегаю по снегу, моюсь в сугробах, не знаю, чем себя лечить. Окружающих лечу, себя нет. Так, на какие исследования нужно опираться? Вы много говорите, что доказательств эффективности нет. А очень просто, есть рандомизированные исследования клинические. Если их нет, значит, нет доказательств эффективности. Мы же все знаем, все врачи об этом знают. Так, инъекционно преднизолон можно? Нет, ни в коем случае, никогда. Преднизолон при инъекциях, во-первых, должен быть увеличен в три раза. То есть, если мы говорим про 30 миллиграмм ПРОС, то инъекционно это должно быть, ну не инъекционно, а внутривенно, это должно быть 90 миллиграмм, во-первых. Во-вторых, от каждой инъекции у вас возникают дополнительные осложнения в виде, ну, например, гненников. Вам оно надо? Значит, преднизолон лучше работает в таблетках. Поверьте, это опыт многих десятилетий. Это не мне пришло в голову, а это еще Иосиф Абрамович Кассирский об этом писал. Преднизолон дается только в рот. Его не дают внутривенно. При данных ситуациях. В реанимации другая ситуация, там, конечно, преднизолонное давление поднимает. Но мы же не обсуждаем с вами подъем давления в домашних условиях. Вот, поэтому здесь нет, только парорально. Какие показатели крови при приеме антикоагулянтов контролировать, как часто? Никогда никакие. Я уже говорил об этом. Прямые оральные антикоагулянты не требуют никакого контроля вообще. Так. Можно ли гриппом заразиться повторно в один сезон? Еще раз повторюсь. Наверное, можно, разными штаммами, но главное, что вы не сможете отличить гриппа от, там, я не знаю, какой-нибудь рина, еще чего-нибудь там, инфекции, да и от того же ковида. Наверное, можно, но лучше, вот мое мнение, что лучше всего бегать босиком, по снегу, точно не заразитесь. С наступающим годом, Новым годом. Зачем прививаться, если нет доказательств эффективности? Это не ко мне вопрос, я не торгую прививками. Это вопрос к Попову, к Чумакову, это их, так сказать, там, сфера интересов. Ну, саладексид уже трижды отвечали. Можно на антикоагулянты есть бронхоэктазы? Конечно, можно, причем бронхоэктазы антикоагулянты. Так. Конкор уменьшает, слушайте, друзья мои, вот давайте так, мы говорим про больных и болезнь, мы не говорим про репликацию вируса. Если вам интересно изучить репликацию вируса, изучайте. После того, как вы изучите, вы выходите в клинику и говорите, вот мы дали, сравнили две группы, вот мы получили, тогда будем разговаривать. А что мне эта репликация вируса при ковиде? Да в гробу я видел эти препараты, кто-то виршпирон дает, кто-то еще конкорд дает, да ну что в самом деле? Вы к Трампу обращайтесь всем хинам, всему миру, вот это вот из той же Сирии. Ищите, добрящите, это дело хорошее, это наука. Я же не могу сказать, вот он не уменьшает или уменьшает, как это проверено, что проверено. А главное, какое это имеет отношение к больным-то? Вот в чем вопрос. Ну хорошо, два часа пять минут, время я исчерпал, ваше время тоже исчерпал. Спасибо за все, что вы слушали, за то, что вы слушали. Спасибо за вопросы, за благотерпение. Я надеюсь, что не последний раз мы с вами встречаемся, может быть, мы еще про грипп поговорим, потому что ситуация только начинается, я думаю, что она будет разворачиваться еще месяца полтора-два. Я никого не пугаю совершенно, я занимаюсь наоборот попыткой объяснить, что делать в случае, если что-то пойдет не так. Это, мне кажется, хорошая, нормальная задача. Всех с наступающим Новым Годом. У нас еще будет одно заседание нашего общества 28-го числа. Мы будем обсуждать там военно-медицинские проблемы, связанные в том числе с ситуацией, которую вы все прекрасно знаете. Ну вот, поэтому я приглашаю вас на тот семинар. Это будет явно необычный семинар, потому что никто сейчас не обсуждает эти вопросы, а мы считаем, что военная терапия она нужна, важна и интересна во все времена. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.